Мы делаем сейчас классный блог на YouTube Будешь звездой Хочешь? Пошел Самое первое, чему нужно научить ребенка Это мыслить в экстремальной ситуации Всем привет Всем привет Это снова «Боевые перцы» и мы, Рома и Слава Сегодня мы поговорим о подростках, самостоятельно идущих в школу Что меня лично очень удивляет Я своего ребенка в школу веду и вижу, когда кто-то маленький Первоклассник или постарше самостоятельно двигается в школу Родители, наверное, выиграли в лотерею У них слишком много детей Статистика вещь упрямая За этот год потерялось около 3000 детей Это то есть 16 детей в день Но это учитывая, что это только то, что известно Да, это официальная информация, которую дает МВД А учитывая, сколько ситуаций, дети просто не рассказывают своим родителям И поэтому заранее понятно, что ребенок, идущий в школу Это легкая добыча для взрослого педофила или насильника Или у которого еще какие-то планы Поэтому мы хотели вам рассказать, что делать и ребенку в этой ситуации И вам, что сделать в этой ситуации Девочка, 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 погоди Погоди, погоди Ты хочешь сниматься в блоге? Мы делаем сейчас классный блог На ютюбе, будешь звездой Хочешь? Хорошо Чтобы мы могли вам посоветовать Первое Это нужно провести с ребенком несколько ролевых игр Где основной вопрос будет такой Что бы ты сделал, если? И в трудных ситуациях не взрослый все решает А решает все ребенок, а взрослый ему помогает Этими ролевыми играми мы должны добиться того Чтобы ребенок научился мыслить в экстремальной ситуации И очень быстро мыслить Это самое основное, что должно отработаться В первую очередь Научить ребенка мыслить в экстремальной ситуации А что делать ребенку, если взрослый пытается его похитить, повести за собой? Это мы будем еще показывать И это очень большой вопрос Где очень много вариантов действий Ну, самый первый, точно такой же вариант Удар в колено Разрываем контакт Или освобождаемся от контакта От захвата И уходим Сначала, то есть, надо научить ребенка освобождение от захвата Да, это основное, которое должно Ну, как можно насильно увести кого-то Это надо схватить, потом вести Вот, поэтому нужно Первое, чему нужно Научить еще ребенка Это освобождение от захвата Мы это вам покажем Несколько вариантов Вот так, остальное Нужно, конечно, над этим работать Чтобы подготовить ребенка к освобождению от захватов Нужно начинать с плавных, но абсолютно точных захватов Например, сначала за руки Двумя руками за две руки Двумя руками за одну руку Постепенно увеличивая скорость и силу захвата Например, за предплечье Обязательно нужно делать удушающие захваты Как на одну Так и на другую Стороны Обхваты корпуса Как в эту сторону Так и в эту сторону Например, можно напугать А-а-а-а Или же потом прижать к стене лицом или спиной или подойти, обхватить и оторвать от земли. Эти движения позволяют ребенку понять, что основная сила – это сила бедер. Двигаться нужно от бедер и всем корпусом и не доверять силе рук, потому что руки еще слабые, гораздо слабее, чем руки взрослых. Ну и одно из основных, и то, что я сам считаю очень важным, это чтобы ребенок мог экстренно позвонить родителям и позвать на помощь. Да, нужно научить ребенка не кричать «спасите», «помогите». Обычно это всегда отталкивает людей. Ну, например, можно кричать «пожар», либо там «бабушка приехала». Либо очень много вариантов, которые нужно научить ребенка не теряться в экстремальной ситуации. Вот это самое основное, чему вы должны научить ребенка. «Девочки, слушай, поснимаем видеоблог». Это были «Боевые перцы» и выпуск про подростков и ребят, идущих в школу. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комменты, нам очень важно ваше мнение и какие темы мы должны обсудить в следующих выпусках. Нажимайте колокольчик, который позволит вам не пропустить следующие выпуски. Пока. Всем до новых встреч. А вот если будет фраза вот эта самая «пойдем, выйдем». Вот что делать? Выходить или остаться в кафе? Давай, давай, высыпь. Можно потише, пожалуйста? Да, да, извини, уважаемый, игра просто в голове. Извините, все будет хорошо.